844 день войны. Сегодня много неплохих новостей, а также данных объективного контроля, фото и видеоматериалов. Смотрите, не сводку до конца, она получилась, по-моему, насыщенной и довольно информативной. В СУ выбили оккупантов с позиций в Серебрянском лесничестве Луганской области. Также продолжается драма с агрегатным заводом в Волчанске. Там, напомню, оказались фактически заперты российские солдаты, которым сослуживцы никак не могут пробиться уже несколько дней. Зет-каналам, которые вчера об этом написали, дали по шапке, о чем они сами сообщили. Зато появились другие подтверждения с мест. Подробности через несколько минут. В Ростове-на-Дону обвиняемые заключенные захватили конвоиров-заложники в СИЗО. Террористы представляются пособниками исламского государства. На момент записи, собственно, пол Ростова перекрыта в связи с этим захватом заложников. Появились кадры уничтожения российской колонны техники при атаке на Георгиевку. Минус 13 боевых машин за одно наступление. В Швейцарии проходит саммит мира, инициированный Владимиром Зеленским. В нем принимают участие больше 90 стран. Почти каждая выступила с осуждением о российской агрессии. Ну и, наконец-то, опубликован оригинал проекта Стамбульских соглашений, из которого понятно, что Россия никогда не предлагала мир. Теперь это не просто чит-инсайды, а факт. Об этом и многом другом свежей не сводки. Поддерживайте ее вашим лайком, комментариям и подпиской на канал. Особенно подписка для Ютуба — это важная метрика. Ну и поддерживайте канал финансово на Патреоне. Ссылка на сервис в описании. Поддерживая на Патреоне, подписываясь там на рекуррентные платежи, вы получаете доступ, например, к чату для патронов. Ну, в зависимости от вашего тира. Там разные бонусы. Итак, перейдем к тому, что происходило за последние 24 часа. Обычно мы с вами в воскресенье подводим общие итоги недели, но настолько много событий произошло за последние сутки, что, наверное, сегодня мы конкретно им посвятим время. Азов выбил оккупантов с позиций в Серебрянском лесничестве в Луганской области. Это подтвердает Дипстейт. И командир бригады Святослав Паламар. Спикер ОСГВ Хортица в комментарии для Лиги.нет подтвердил, что на фронте есть определенные продвижения сил обороны и выбивания врага с занимаемых позиций. В то же время он отметил, что в целом ситуация достаточно динамичная, непростая и постоянно меняющаяся. Вообще, собственно, выбитие оккупантов из Серебрянского лесничества довольно интересно. Мне интересно, во-первых, кто именно там стоял, потому что я помню, что долгое время там бои вели с российской стороны ахматовцы, которые не тиктоковские войска, а которые алуддиновцы, алуддиновские ахматовцы. Мне интересно, действительно ли их погромили и заставили бежать, или там какие-то другие. Сейчас стояли российские подразделения. К сожалению, пока данных объективного контроля нет, пока понять, как именно это все выглядит, не представляется возможным, но информацию подтверждают сразу несколько источников. Хорошая тенденция. Мы видим, что в целом линия фронта за последний, ну, наверное, за июнь, да, Россия все еще имеет инициативу на поле боя. Россия все еще продолжает наступление, особенно заочеретина вот там в Донецкой области. Россия пытается продолжать наступление в Харьковской области, но гораздо менее успешно об этом сейчас поговорим. Но в целом мы видим, как ситуация на фронте несколько меняется. Украина уже куда более успешно обороняется. Россия несет куда больше потерь, а также на некоторых участках Украина умудряется не только обороняться, но и контратаковать, а иногда и просто отковать довольно успешно. В общем, будем следить за тем, что будет происходить в июне и в дальнейшем, потому что есть ощущение некой позитивной динамики. Не знаю, насколько это ощущение оправдано, потому что все еще сложная ситуация и в часовом миру, и возможен выход на трассу снабжения, которая вот там заочеретина, да. В любом случае ситуация еще нехорошая, еще нет там какого-то перелома, но как будто бы есть определенная динамика. Посмотрим, будет ли она развиваться именно в этом ключе или ощущение, так сказать, неправильное. Агрегатный завод в Волчанске. За время, что мы, ну, как вы могли заметить, мы с вами одними из первых обратили внимание вообще на то, что там происходит, на АЗ-каналы, которые об этом писали, и на то, что, собственно, там сложилась ситуация, где российские войска оказались фактически отрезаны на агрегатном заводе в таком окружении. Единственное, что непонятно мне до сих пор, в связи с чем у меня определенный скепсис есть, это как именно это окружение организовано. То есть, с одной стороны, возможно, ну, как это бывает, да, физически, что украинские войска находятся на том берегу, и что занимают эти территории. А второе, это, возможно, окружение буквально дронами. Ну, что, запертые на этом заводе российские военные, они просто не могут высунуть голову, высунуть носа, потому что постоянно по ним прилетают дроны, артиллерия, авиация и так далее. И вот, к сожалению, пока я нигде не нашел ответ, достаточно подробный и доказанный с тем, что именно там происходит. Однако, факт того, что на агрегатном заводе в Волчанске есть российские войска, и что у них проблемы с тем, что они отрезаны от основной части собственных войск, подтверждает огромное количество людей. Зет-каналы меньше уже, потому что, как они сами признаются, им надавали по шапке, и им больше нельзя об этом писать. Ну, например, один из этих зет-каналов вообще удалил свое сообщение, на которое мы с вами обращали внимание, и написал, что все там, типа, больше никаких подробностей с мест не будет и так далее. Его коллеги поспешили заклимить его в ЦИПСО, но это стандартная таксика, я помню, как файтер-бомберы недавно даже в ЦИПСО определили за то, что он рассказывал про Су-57, по которому дрона нанесли удар. Но, собственно, есть подтверждение того, что там происходит, в том числе и данными объективного контроля, и украинскими каналами, которые сообщают подробности о том, что там происходит. Собственно, споры сейчас вокруг в основном количества людей, которые там есть. Я видел уже какие-то невероятные цифры, типа, некоторые начинают говорить, что там 400 человек, это не совсем правда, у меня есть некоторые сообщения с мест, но, скажем так, я не могу сказать, от кого они и все такое, а при этом я еще не люблю, когда люди используют инсайды, и поэтому я в такой сложной ситуации. Ну, короче говоря, поскольку есть и не инсайдерская информация о том, что там действительно засели люди и все такое, могу лишь сослаться на некие источники, которые говорят мне, что на самом деле речь идет о примерно 50 людях, а не о 200 и не о 400. Но, опять же, не так важно, сколько именно, важно ситуация, которая сложилась. Тут вот ринулись, ломанулись захватывать этот завод, значит, засели в нем, и в итоге оказались отрезаны от своих войск и сейчас пытаются придумать, что делать. Днепро Асин с Гарбузом публикует кадры использования авиабомб по этому самому заводу, и вот что они пишут. Недавно авторитетные источники начали сообщать об оцеплении около батальона врага на территории Волчанского агрегационного завода. Попытки прорваться не увенчались успехом. Позже появилось видео, как завод обстреливают авиабомбами. Пока до конца неизвестна судьба окруженных, но потому что известно сейчас, россиянам в окружении очень нелегко. Пишут они действительно данные объективного контроля, которые показывают, что вот наносятся авиаудары по этому заводу, где засели россияне, что наносятся авиаудары украинской стороной. Смешно причем, что Z-каналы, которые придворные кремлевские, они это видео взяли и публикуют такие кадры подтверждения полного контроля над агрегатным заводом российских войск. Ну, в каком-то смысле так. Говорит, снайпер, публикует в Телеграме, это украинский канал, информацию, которая есть у него, по агрегатному заводу в Волчанске. На самом деле россияне заблокированы там уже пятый день. До этого они заходили туда через одну улицу, затем ребята штурманули ее и выставили несколько СП, по которым россияне пройти не могут. Логистику враг наладил с помощью дронов, из которых бросает БК, воду и пищу. Патовой ситуации для них нет, потому что даже те заблокированные россияне для их командования ничего не означают. То есть, с одной стороны, он подтверждает, что они там заблокированы, с другой, говорит, что, слушайте, не особо это и какое-то важное событие, чтобы столько внимания ему уделять. Журналист Цыпленко публикует кадры, якобы сдачи в плен россиян с агрегатного завода. Пишет, что заявлено, что они именно оттуда, с этого самого завода, но, по его же словам, это нуждается в проверке, которую он будет осуществлять. Подождем этих кадров. Эти кадры я видел только у него, больше нигде особо не видел. Посмотрим, что в итоге с ними выяснится. Но, в любом случае, мы видим кадры взятия россиян в плен. Константин Машавец в своем телеграм-канале «Звезде с Мангустову» описывает, что там происходило. Атаковали. Пытались форсировать реку Волчья вдоль улицы Металлиста. Нарвались на плотное огневое поражение. Сползлись на агрегатный, где и засели. Сколько их там, задается он вопросом? Ну, где-то под две сотни. Они в перемешку живых, раненых и мертвых. Они хотят пить, есть, курить. Им нужны патроны с гранатами. Чем дольше там сидят, тем скорее все это у них заканчивается. Деблокировать их могут со стороны районной больницы через улицу Шевченко, пока коллеги удерживают район лицея номер два. Но если наши их оттуда выбьют, засевшие на агрегатном, обречены. По сути, россиянам для того, чтобы пробить коридор к агрегатным или вывести их оттуда, надо в ту или иную сторону преодолеть район здания городского совета, пересечь улицу Ленина и пробежаться по Пушкинской. И все это под плотным огневым влиянием передовых подразделений ВСУ, которые внимательно отслеживают ситуацию. Причем делать это нужно быстро, отмечает Мышавец. Ибо те, что на агрегатном, долго не выдержат и имеют все шансы пополнить собой ебанскую летопись СВО. Две предыдущие попытки, скажем так, не увенчались успехом. В общем, как вы видите, информации довольно много. Из нее сложно сделать какие-то однозначные выводы. Мы можем только сказать, что действительно агрегатный завод находится под контролем россиян, что действительно по нему наносятся удары, что действительно, судя по всему, группировка отрезана, потому что это подтверждали и Z-источники, и украинские источники. Но и масштаб, количество людей, которые там засели, в каком они состоянии, есть ли у них хоть какой-то подвоз и так далее, к сожалению, сейчас неизвестно. Будем ждать данных объективного контроля и развития этой истории. Что касается Покровского направления и Курахова, о них пишет Дипстейт. Последние дни, пишут они, враг усилил давление на Покровской-Курахово. 13 июня россияне атаковали Георгиевку силами 28 ВВТ. Противнику даже удалось дойти до Максимилианки, но половину техники потерял и отступил. Атака отражена силами 46 АМБР. А 12 июня была очередная колонна из 16 ВВТ уже на позиции 68 ЕБР. Атака была отбита также, пишет Дипстейт. И это как раз то, что мы вчера с вами обсуждали. Атака на Георгиевку, где российские войска говорили, что они заняли Георгиевку полностью. Украинские войска это отрицали и говорили, что была атака. Ее отбивали и во время отбития отходили, но потом, соответственно, вернулись на собственные позиции после того, как атака была отбита. И вот появились кадры отбития атаки на Георгиевку. Вы их видите сейчас перед собой. В ходе этой атаки россияне потеряли много техники. Там примерно 13 единиц. Вот что пишут десантники 46-й отдельно аэромобильной бригады. Отбили самый большой вражеский штурм за весь период своего пребывания на Кураховском направлении. К демонстрационным и штурмовым действиям враг привлек 28 единиц бронетехники. Наша аэроразведка вовремя обнаружила передвижение врага. А его передовые силы начали нести потери на минных полях еще на подступах к украинским позициям. Практически одновременно по оккупантам был нанесен комбинированный огневой удар нашей артиллерии подразделениями ПТРК и БПЛА. Итоги 13-го числа оказались неутешительными для оккупантов. Наши воины уничтожили 13 единиц бронетехники, 2 десятка оккупантов оставили удобрять почву Донбасса, а 38 россиян перевели в статус трехсотых. Прекрасный результат боевой работы десантников, который раз наполнивших *** шастать. Ну вот, соответственно, видео есть подтверждение уничтожения техники. Вчера сообщалось, что там 14 было единиц уничтожено, но вот, значит, 13. Не то, что прям большая разница, но довольно много за одну атаку потеряла Россия. При этом россияне пытаются продолжать, возвращаясь к Харьковской области, продолжают рыть окопы возле Волчанска и создавать позиции. Об этом пишет Дипстейт. Враг продолжает обустройство окопов возле Волчанска, но за это платит техника, отмечают они. В этот раз машины работали в четырех километрах от линии боевого соприкосновения, уезжают только ночью в определенные часы, но продолжают копать. Может быть, незначительная погрессность в дате поражения, добавляет Дипстейт, публикуя кадры собственно этих самых поражений. По фронту в принципе все, то есть Россия продолжает давление там, где продолжает, за Очеретина и вообще в Донецкой области довольно активно, в Харьковской области у России успехов особо нет, причем, слушайте, я слушаю постоянно всех этих зетников, анализирую и все прочее, и у них там очень потрясающая вообще позиция. Знаете, чем они сейчас гордятся? Они говорят, вы знаете, вот да, наше наступление в Харьковской области остановилось, в частности, вот Кирилл Федоров, например, вместе с, как это, второго-то дебила зовут, вылетел из головы, простите, короче, передача у них какая-то на радио России, значит, они такие, да, мы остановились, да, но зато украинцы там тоже не продвигаются, ну, то есть в Харьковской области украинцы не продвигаются, по их словам Брэдла, хотя на самом деле чуть-чуть продвигаются там от Липцев до Глубокого уже догнали российских оккупантов, но я не очень понял предмет для гордости, ну, то есть план был в том, чтобы создать санитарную зону, санитарной зоны нет и в помине, потому что, ну, до Волчанск, там сколько 4 километра, какая нахрен санитарная зона, да, до Липцев 10, но у Липцев уже россиян нет, их уже откинули до Глубокого, это заставить Украину отвезти свои войска в Харьковскую область, либо создать санитарную зону, либо и то, и то уж, я не говорю про там артиллерийские расстояния до Харькова получить, или вообще окружить Харьков, и так далее, то есть вот эти все планы нам месяц назад рассказывали, все вот эти же говноеды уже больше месяца, месяц назад наступление на Волчанскую началось, и чего, а теперь они гордятся тем, что их еще не выбили из половины Волчанска, и с тем, что их пока еще что, дальше не погнали, ну, как бы не очень понятно, а вы уверены, что вот тот результат, который вы достигли, он как бы удовлетворителен для вас. Впрочем, ну, как бы грех жаловаться, да, потому что действительно закончилось наступление в Харьковской области абсолютно ничем, ну, конечно, оно еще не закончилось, еще могут быть какие-то попытки, дополнительные резервы и так далее, но опять же мы видим, что там, условно, Руслан Левиев и CIT гораздо лучше понимают войну, чем куча западных изданий, которые писали про угрозу для Харькова и так далее, и тому подобное. Кстати, про западные издания. New York Times наконец-то опубликовала полный проект Стамбульского соглашения, я очень рад, что это наконец случилось, потому что, как вы помните, я много говорил, слушайте, хватит его пересказывать, опубликуйте его уже, чтобы просто я мог в него тыкать и всем дурачкам рассказывать, что никакого мирного соглашения не было, никакого предложения о мире не было. Вот перед вами страница 11 этого соглашения. По факту, это одностороннее разоружение. Вы видите на экране, там вот, значит, одно это предложение России, требование России, а другое это Украина. Вот Россия требовала сократить численность вооруженных сил Украины до 85 тысяч человек. Танков, да, чуть более 300. Это нисколько, это отсутствующая армия. Такая армия может быть у Лихтенштейна, такой армии не может быть у Украины. Это просто отсутствие армии, по факту как таковой. Почему это гораздо важнее любых территориальных обсуждений? Почему я вообще против того же, когда люди начинают в контексте там условно любого мира, любых соглашений рассуждать про территорию? Территория дело десятое, потому что на самом деле самое важное, это ограничения, которые накладываются на стороны. На Россию, на постамбульским договоренностям не накладывается никаких ограничений. На Украину же их накладывается очень много, настолько много, что фактически это капитуляция, а не соглашение о мире. Ну, судите сами. Запрет вступать в любые альянсы, окей, в НАТО. Запрет на военные учения, военное взаимодействие с любыми западными странами. То есть не только НАТО как таковое, но вот любую коммуникацию с западными странами по военному треку нельзя. Вот то, что Армения сейчас делает, например, договариваются с Францией и с Америкой в военном сотрудничестве, вот этого Украине было бы делать нельзя. То есть вообще нельзя заручаться ничьей поддержкой. Более того, армия. Ну, то есть армия просто уничтожается. Украинская армия просто больше будет, ну, не будет, не могла бы она существовать после этого Стамбульского соглашения. То есть, допустим, его подписывают, а Украина избавляется от собственной армии по этому соглашению. То есть всех увольняет там в запас, танки все продает, раздает, утилизирует и так далее. И Россия нападает снова, а Украине уже нечем защищаться. Потому что Украине предлагалось оставить столько танков, сколько Россия потеряла под Авдеевкой, блин, за одно наступление. Понимаете? Ну, то есть это безумие абсолютно. То, что спасло Украину в начале российского полномасштабного вторжения, то, что у Украины была армия. Героическая армия. Но сколько бы не были героически 85 тысяч человек, они ничего не смогут сделать с армией России. Вообще ничего. Никаким образом. Ни с каким оружием. Более того, поставлять это оружие Украине тоже нельзя было бы. Единственное, там есть гарантии безопасности от разных стран, включая Россию. Их обеспечивает в том числе и Россия. И знаете, какой прикол с этими? Ну, вы знаете, если вы смотрели мой ролик, то вы знаете, потому что я обо всем этом уже рассказывал, обо всем этом уже было известно, просто не было самих соглашений. Так вот, значит, по этому соглашению Россия требовала, чтобы гаранты безопасности, то есть западные страны и Россия, согласовывали помощь, которую могут оказать гаранты в случае вторжения России. То есть Россия вторгается. Гаранты типа Америки, Великобритании, Франции, они такие, Украина, мы тебе поможем? Россия. Нет, 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 по соглашению я имею право вето на поставки вооружений в случае моего нападения на территорию Украины. То есть Россия по этому соглашению еще могла и заветировать помощь Украине даже в случае нападения России. Вы вообще можете себе это представить? Ну, это безумие. Любой, кто прочитал, вот любой, кому вы показали этот документ, он такой, да нормальное соглашение, ну просто либо путинский агент, либо идиот, бейте его башкой об стол, может быть, чтобы мозги на место встали. Это не соглашение о мире. Там не предлагает соглашение о мире. Это одностороннее разоружение. Это капитуляция. Полное ограничение суверенитета страны и невозможность вообще сопротивляться в случае повторного вторжения. Россия уже два вторжения осуществила на территории Украины в нарушении всех предыдущих соглашений и договоренностей. И нет ни одного шанса на то, чтобы она не пошла на это в третий раз в самых благоприятных для себя условиях в истории вообще взаимоотношений России и Украины. Поэтому на этом, я надеюсь, любые обсуждения стамбульских соглашений закончатся нахрен. Потому что теперь у нас есть документ, из которого явственно следует, что никакого мира Владимир Путин не предлагал. Я даже не говорю справедливо, я говорю в принципе мира. Владимир Путин предлагал полную капитуляцию Украины и полное ее уничтожение. И слава богу, в украинском руководстве не было предателей, не было путинских агентов и идиотов, которые бы на такое согласились. Ну а те, кто пишут, что вот это было соглашение, на которое почти согласилась Украина, или на которое было близко к финализированию, вы откуда это вообще берете? Это вообще ниоткуда не следует. Из того, что мы знаем из официальных заявлений всех украинских чиновников, включая Рахами, и близко такого не было. Вообще никто не приближался к финализированию этих соглашений. Нет. Просто шло обсуждение. И Россия выдвинула такие условия, после которых обсуждение было невозможно. Причем Владимир Путин, когда он рассказывает, что Буча, эта постанова, чтобы прервать эти самые переговоры, врет. И помимо того, и по поводу того, что Буча была постановой, это доказано уже всеми мировыми инстанциями, журналистами, куча видеозаписей, куча свидетельств, куча всего. Более того, помимо Буча, к сожалению, все остальные города Украины, которые тоже были под оккупацией, которые были впоследствии освобождены, тоже сталкивались с безумной жестокостью российских солдат. Это Ирпень, это Изюм. Мариуполь еще не освобожден, но мы уже знаем, что там была просто катастрофа, что российские войска создали там и гуманитарную катастрофу, и убивали людей на право и на лево. Херсон. Это везде происходило. Но даже после Бучи переговорный процесс не был свернут. Он все еще продолжался. Он был свернут, когда стало понятно, что Россия не уходит от своих требований, которые являются требованием полной капитуляции Украины. Все. Я надеюсь, что правда больше ни один, ну то есть наверняка какие-то путинские агенты или любитель Путина Илон Маск, они еще будут что-то про это рассказывать, что вот был шанс там, не знаю, закончить войну и все такое. Но надеюсь, что ни один человек с мозгами больше не будет про это говорить, потому что раньше могли там, типа, потому что люди могли нафантазировать все что угодно. Могли там послушать, ну вдруг вот западное издание написало, что возможно был мир и то все такое. Сейчас, когда есть документы, все, больше обсуждать это невозможно абсолютно, потому что в этих документах черным по белому написано, что Украина должна перестать существовать как независимое государство, а потом, собственно, Россия имеет право в любой момент на нее напасть, а Украина даже ничем не сможет ответить. Поэтому я надеюсь, что вопрос закрыт раз и навсегда. Если более подробно хотите посмотреть или если вам нужны какие-то, не знаю, более подробные описания аргументов для того, чтобы какому-нибудь своему другому идиоту объяснить, что там происходило, у меня есть про это ролик, про то, почему стамбульские договоренности были предложением о капитуляции, а не о мире. Но сейчас разговоров об этом все меньше и меньше, потому что разговоры о капитуляции, обо всем что угодно, они начинаются, когда у Украины плохо дела. А вот когда Россия начинает разговоры о мире или там, опять же, Путин что-нибудь предлагает, значит, что у России дела не очень хорошо. И во многом это связано с западными поставками, которые вновь начались и начались активно. И вот сообщают все больше и больше о том, что боеприпасы приходят к Украине, первые партии боеприпасов в рамках чешской инициативы прибывают в Украину в эти дни. Об этом сказал министр иностранных дел Чехии Ян Липовский. Об этом глава чешского МИДАР сообщил в интервью Радио Свобода. На вопрос журналистки по поводу ситуации с боеприпасами министр ответил следующее. Честно говоря, первые партии боеприпасов прибывают в Украину в эти дни. В этом году мы сможем закупить и непрерывно поставлять значительное количество боеприпасов. К этому времени через разные каналы Чехия поставила более миллиона снарядов для Украины. Чешская инициатива по поставке боеприпасов безусловно поможет продолжать этот процесс. У нас есть 20 стран, которые обязались участвовать в инициативе. Пять из них уже послали деньги. Сейчас мы можем заключать соглашение и закупать боеприпасы из разных стран. Затем отправлять их в Украину, чтобы она могла по праву защищаться от российской агрессии. Подтверждает слова с улучшением ситуации с боеприпасами и телеграм-канал украинского офицера, который называется Офицер. По боеприпасам новости все лучше и лучше, пишет он. Снаряды начинают поступать не только в артиллерийские бригады, но и в обычные механизированные, которые не так давно были менее обеспечены боекомплектом карте, поэтому тенденция идет к лучшему. Однако чаще вылезают проблемы с износами стволов, которые вовремя нужно замечать и отправлять орудия на ремонт, пишет он. Параллельно, что и касается и западной помощи, в целом общей повестки в Швейцарии проходит саммит мира. Саммит мира, в котором принимает участие более 90 стран. Это, на мой взгляд, ну, выглядит, по крайней мере, пока как большой успех Украины, в том смысле, что вот там Путин что-то там попытался его, не то чтобы сорвать, но как-то сбить его повестку. И вот сидит Путин, один, в МИДе, перед своими же которые у него на прикорме. Что-то там бухтит, 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 врет. И вот, пожалуйста, тебе 90 государств, в том числе, те из них, которые Россия считает своими, ну, если не союзниками, то помощниками. Они все приехали, все предоставили своих представителей, там много было обсуждений, много заявлений. Огромное количество стран выражало поддержку Украине, огромное количество стран говорило о недопустимости российской агрессии. Да, были те, кто говорили, что Россия должна быть частью процесса по треку к миру, но это никто и не отрицает. Собственно, Ермак также сказал, что вот на втором саммите уже представители России могут участвовать. Когда будет уже трек, выстроен трек, собственно, мирного урегулирования всего происходящего, тогда можно будет подключить уже и Россию. С этим никто не спорит, потому что, безусловно, мир должны заключать две стороны. Отдельно многие участники саммита высказались по поводу путинской так называемой инициативы. Они скажут, что это не настоящее предложение, что на самом деле Россия не стремится к миру и что на самом деле Владимир Путин пока не демонстрирует то, что он готов хоть к каким-то переговорам. Поэтому, сопротив ожиданиям в России, которая, наверное, надеялась, что это станет какой-то, не знаю, точкой преткновения, все начнут там обсуждать всерьез заявления Путина, никто всерьез их не обсуждает, все высказались рядовым образом, что как бы, давайте думать над настоящими. И рейтеры опубликовали проект итоговой декларации саммита, в которой там три пункта. Этот документ посвящен трем пунктам формулы мира, формулы Зелемского, которые обсуждались на саммите. Это ядерная безопасность, собственно, там указано, что Запорожская АЭС должна работать под полным суверенным контролем Украины. Продовольственная безопасность сказано, что торговое судоходство в Черном и Азовском морях должно быть полноценным и безопасным, должен быть доступ к морским портам. И третье, это обмен всех военнопленных, возвращение в Украину всех незаконно вывезенных гражданских лиц, включая детей. Ну, то есть обмен всех на всех. Почему это на самом деле классные части формулы? Почему именно они? Потому что это те части формулы, которые волнуют в том числе страны, которые не поддерживают напрямую Украину или Россию. Ну, то есть страны, как их называют глобального юга, я не очень люблю этот термин, мне кажется, он немножко презрительный. То есть в какой-то момент западное сообщество собралось такой, ребята, термин страны третьего мира оскорбительный, давайте придумаем другой. Придумали термин глобальный юг. По сути, ну, как бы от того, что ты просто поменял название, ничего не поменялось. Вы все еще считаете страны какими-то вот там, не знаю, совмещенными вместе по какому-то признаку условной отсталости. Это неправильно, потому что все эти страны очень разные. У всех этих стран очень есть там плюсы, есть и минусы. И при этом, безусловно, этим странам не нравится, когда их относят куда-то вот в помойку и говорят, ну, вы там, глобальный юг. Мне кажется, что это в целом одна из таких причин конфронтации, таких тихих конфронтаций или как минимум недолюбливания друг другом к странам Запада. И мне кажется, от этой практики надо уходить. И отношения надо выстраивать не с глобальным югом, а с каждой конкретной страной, уважая ее и относясь к ней как к полноценному и равному партнеру. Но это я уже о своем. У меня была дискуссия тоже, когда я как-то ездил в Брюссель, потому что мне кажется, что вординг это довольно важная история. В любом случае, для этих стран очень важная история с продовольственной безопасностью, потому что это напрямую включает их интересы, потому что именно им это продовольствие, как правило, и идет. И ядерная безопасность. То есть это тоже для них понятная история, в которой они бы хотели, чтобы, да, вот если Россия декларирует им, она им декларирует постоянно, что ребята, а мы за все хорошее, то значит, чтобы она тоже делала действия, которых заинтересованы эти страны. Вне этих пунктов подписанты подтверждают приверженность воздержания от угрозы или применения силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства, а также принципов суверенитета, независимости и территориальной целостности всех государств, включая Украину. Ну, то есть они признают территориальную целостность Украины и как бы на этом базируются. Также они отмечают, что основой для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине может и будет служить устав ООН, включая принципы уважения территориальной целостности и суверенитета всех государств. Короче говоря, если это будет принято, если действительно все страны, участвующие в этом, подпишут это, которые не в статусе наблюдателя, это будет очень круто. То есть это будет большая-большая пощечная Путина. Но знаете почему? Не потому, что какие-то конкретные персонали в этом участвуют. Потому что 90 стран это почти половина мира. То есть Путин же что пытается все время сказать? Что, ребят, на самом деле против меня только Запад. Так-то я со всем миром дружу. И весь мир меня поддержит и прочее, прочее. 90 стран это очень много. И это будет ярким свидетельством того, что политика Владимира Путина и агрессия против Украины она не устраивает не только Украину, не только Запад, не только Америку, но огромное количество акторов. Еще мне весело я обожаю смотреть и пропагандистами как они значит постоянно ну у них же есть надежды на разных на разных деятелей общественных и политических. И вот когда эти общественные деятели или политические их не устраивают, они очень сильно расстраиваются. Например, у них были надежды на Мелани в Италии и они прям такие да, нашла них туда-сюда. Но она пришла к власти она такая я поддерживаю Украину типа все Италия помогает Украине. И они такие блин, вот короче сволото. Сейчас такая же история с аргентинским Мелием, потому что он как бы большой фанат Трампа и из-за этого Россия думала, что ну может вот этот Хавьер Мели придет и как бы порядок наведет. И вообще Аргентина в Брикс собиралась и так далее. Но все произошло не так. Хавьер Мели очень поддерживает Украину, за что ему низкий поклон. Я уж не знаю хорошо он там управляет Аргентиной или нет. Многие свои обещания он явно не выполнил. А увлечение Трампом всегда показывает низкий интеллект человека. Но в любом случае как бы для меня ключевая история это поддержка Украины, потому что я не аргентинец про внутреннюю политику. Аргентин ничего не знаю. Вот. Поэтому довольно забавно, как они издевались над этим Мелием. Они такие вот клоун, клоун, клоун. При том, что они же не так давно говорили какая перспективная интересная фигура. Ну и много было базовичков на этом швейцарском саммите, которые говорили очевидные вещи. Вот, например, комментарий по поводу Путина с его предложениями. Тот факт, что Путин вчера выступил с этими глупыми мирным предложениями, это показывает, что он явно паникует. Это хорошие новости, сказал премьер-министр Нидерландов Рюте. Наш, что называется, слон-базовичок. Теперь давайте перейдем к параллельным темам, которые тоже во многом касаются и поставок и ситуации на линии фронта. Отдельно, например, вот большой пост выкатил один из каналов про дроны истребителей. Мы с вами всю неделю следили за историей с тем, как, значит, Украина пытается уничтожать российские разведывательные дроны. Потому что разведывательные дроны российские стали большой проблемой. Они дешевые относительно ракет ПВВ. И они позволяют России подсвечивать, куда бить ракетами. И чем больше этих разведывательных дронов над территорией Украины, они летают над Харьковом, над Запорожьем, много где, это прям проблема, тем больше опасности для Украины. И вот что пишет Z-канал свидетелей Барактара. Про дроны-истребители. Украинцы стали часто сбивать наши крылья. Это крайне тревожный сигнал. О таких действиях не гибнут люди, но последствия могут быть серьезнее, чем от поставки десятков Абрамсов. Многие руки опираются на крылья. Уничтожение наших глаз в небе отбросит нас на поколение назад. Мы будем вынуждены сражаться в двухмерном пространстве, а противник продолжит вести войну 3D. ФПВ-дроны дешевы, а большие птицы нет. Если раньше украинцы ждали поставок дефицитных западных ракет для ПВО, то теперь их часть можно заменить дронами-истребителями. Уже сейчас ФПВ-дроны могут летать на скорости до 500 км в час. Все тихолеты, включая герания, находятся в зоне риска. Кроме того, украинцы планируют сбивать наши ударные вертолеты, которые подходят близко к передовой. К счастью, таких случаев не было, но работы в этом направлении у противника ведутся. Еще одним преимуществом дронов-истребителей является их мобильность и незаметность. Для их применения не нужны многотонные машины, которые в современных условиях невозможно спрятать. Два человека на мотоциклах это уже средство ПВО, которое крайне тяжело обнаружить. Но самое опасное здесь то, что украинцы смогли наладить систему обнаружения и поражения наших крыльев. Построение таких систем и есть ключ к успешному применению. Без них и ФПВ-дрон не найдет цель на высоте в несколько тысяч метров. Нам нужно срочно обратить внимание на эту сферу, защитить наши крылья в небе нечем. Поэтому единственным ответом станет уничтожение точно таким же способом крыльев противника. Кто первым очистит небо от тихолетов противника, тот получит потрясающие преимущества. Я надеюсь, что это будем мы. А я надеюсь, что не вы. Тем более, что Россия уже отстает в этой гонке. Собственно, наша слежка за украинскими возможностями по сбитию разведывательных дронов она не просто так была. Мы видели в прямом с вами эфире, ну, тем, кто следил за сводками не с водками регулярно. Не в прямом эфире, конечно, но почти. Значит, мы видели, как Украина развивается в том, чтобы уничтожать дроны-разведчики с помощью FPV-дронов. И теперь это становится, видимо, уже распространенной практикой. Это очень хорошая новость, потому что FPV стоит дешевле, чем эти разведчики. Ну, а без глаз Россия просто ничего не может сделать. Новости с оккупированных территорий. Что происходит с российской армией, которой якобы куча добровольцев. На самом деле, добровольцев не так много, как Россия заявляет, а личного состава не хватает, поэтому происходят и такие истории. На въезде в самопровозглашенную ДНР похитили двух молодых парней. Их забросили на передовую, теперь с ними уже больше месяца нет связи. Даниил Ячменев, 2022 года рождения, Сергей Савану, 2003 года, были похищены на КПП Успенко в марте этого года. В самом начале войны, когда в ЛДНР проходила насильственная мобилизация, их призвали в армию. Осенью того же года парни вернулись домой. С армией они никаких контрактов не подписывали, рассказали мамы молодых людей на видео, опубликованных в канале мобилизации ДНР Live. Много сына похитили люди в военной форме, отправили в военную часть 717-18, 70-й полк без каких-либо документов, без подписания контракта. Вскоре мой сын оказался на передовой в Работино и с 7 мая 2024 года не выходит на связь. Прошу Минобороны и следственные органы обратить особое внимание на беспредел, который у нас происходит, говорит на видео мама Ячменева. Это весной в России и на оккупированных территориях, пишет Астра, участились случаи насильной отправки на фронт. В большинстве кейсов это отказники или люди с проблемами со здоровьем, которых продолжительное время не пытались вернуть на фронт. Для чего я рассказываю эту историю? Во-первых, чтобы вот эти все сказки про то, как у России все хорошо с личным составом, они не закреплялись у вас в голове. А во-вторых, вы знаете, многие задаются вопросом, ну хорошо. Ну немногие на самом деле, некоторые задаются вопросом, в том числе в Украине, как бы хорошо, ну вот придет Россия, давайте, может быть, ну хватит сопротивляться, может быть мы капитулируем просто и все, может быть просто станем частью ее или там дадим полный контроль над Украиной. И помимо всего того, что мы видели за эту войну, уничтожение людей, массовое убийство, похищение детей и все остальное, есть еще один нюанс. Нюанс заключается вот в чем. Во время полномасштабного российского вторжения первая мобилизация прошла как раз на Донбассе. Донецке, Луганске, там выграбли вообще почти всех мужчин. Им раздали трех линейки и отправили их в бой пушечным мясом. Они погибли в массе своей. Потому что, естественно, люди с захваченных территорий, они менее цены для метрополии, чем собственные граждане. Собственные граждане тоже не особо, но с захваченных территорий еще менее цены. И ровно это и будет происходить. Понимаете? То есть, амбиции Путина никуда не денутся. Он уже увидел, что агрессия это способ. Он захватил часть территории Грузии, он захватил часть территории Украины в 2014. Сейчас он пытается захватить еще больше Украины. Если вы думаете, что на этом она становится, нет. Вокруг еще много-много разных стран. Вокруг есть Армения, вокруг есть Казахстан, вокруг есть Кыргызстан. Много чего есть. А еще есть страны Балтии, а потом есть и Европа. Вы скажете, это невозможно. Про Вторую мировую все тоже так говорили. И как вы думаете, кого первым призовут, кого будут мобилизовывать наиболее жестко и чьи жизни не будут вообще ни во что ставить? Подумайте на досуге над этим вопросом. Впрочем, этот вопрос для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, для жителей Донбасса, давно не стоит. Да, сейчас в Украине мобилизация тоже проходит, ну как бы, мобилизация не бывает, что называется, мягкой. Мобилизация, это когда нужно защищать свою страну в случае, если это оборонительная война. Или мобилизация, когда тебе нужно умирать за деда и его амбиции, если мы говорим про страну агрессора. Но сейчас там обучают, выдают что-то, прочее, прочее. Вы понимаете, за что сражаетесь, вы понимаете, что вы сплошной единой целью, это действительно для вас отечественная война. Мобилизация, которую проводила Россия в Донецкой области, просто брали всех подряд, вообще без разбора, болен, не болен, неважно, выдавали худшее из возможных снаряжение и отправляли просто грудью, так сказать, ложиться на вражеские опорники. Вот как это выглядело и продолжает выглядеть. Ну, как продолжает, там уже не осталось практически мужчин в Донецке, Луганске, но вот тех, кого иногда могут найти, те, кто въезжает туда, их тоже сразу хоп, и на войну. Ну, а те, кто с войны возвращаются, вы наверняка знаете, что делают? Бывший боец, ЧВК Вагнер, напал с ножом на ребенка в Краснодарском крае. 12-летнего школьника доставили в реанимацию с ранением грудь. По данным Базы, нападение произошло в ночь на 14 июня. 12-летний Матвей, имя изменено, пишет База, с мамой приехали к тете в гости. Около 11 вечера ребенок ушел спать. Ночью тетя Матвея услышала странные звуки из комнаты ребенка. Сначала женщина ничего не поняла и не смогла включить свет, а когда вернулась со светильником, увидела страшную картину. На лице у мужчины была натянута майка, он уже успел ударить ребенка ножом. После этого женщины попытались задержать нападавшего, но он смог убежать. Как потом выяснилось, преступник вошел в дом, выключил свет, разулся и оставил рюкзак в дверь. Затем вошел на кухню, взял нож и отправился в комнату к мальчику. Нападавшего задержали через несколько часов. Выяснилось, что ранее он неоднократно был судим за кражи и убийства. В прошлом году Юрий три месяца прослужил в ЧВК «Вагнер». По данным базы, преступник уверяет, что ничего не помнит. Матвей в стабильно тяжелом состоянии. От удара у него повреждена трахея. Следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство несовершеннолетнего и незаконное проникновение в жилище. Мотивы преступления выясняются, сообщает база. Но помимо этого 90-е возвращаются не только в связи с тем, что кругом перестрелки, постоянно вернувшиеся с военной люди убивают на правой и на лево. Ну и растет захват заложников и теракты. Собственно, как вам наверняка известно, это самая громкая новость сегодняшнего дня, пока, по крайней мере, пока я записываю не сводку, произошел захват заложников СИЗО Ростова. Шестеро обвиняемых выбили оконную решетку в своей камере в СИЗО и проникли в дежурную часть. Там они взяли и в заложники сотрудников СИЗО. По данным базы, среди захватчиков ростовского СИЗО есть несколько человек, уже осужденных по террористическим статьям. В заложниках находится начальник оперативного управления подполковник Александр Б. и младший инспектор дежурной службы СИЗО номер один. Установлены личности пятерых захватчиков ростовского СИЗО. Установлены личности пяти и шести захватчиков СИЗО. Они перед вами на экране, эти личности, но интересно, нет. Интересно, что они называют себя последователями исламского государства и более того, записали видео, где, значит, демонстрируют свои, что называется, мотивы. При этом Гиреев, Цицкеев и Акиев, трое из них, осуждены в декабре 2023 года как раз за участие в ИГИЛ, организация, которая является террористической и запрещена на территории России и все такое. Они обвинялись в подготовке теракта, планировали напасть на здание Верховного суда. Гиреев и Акиев были приговорены к 18 годам лишения свободы, Цицкеев к 18 с половиной годам. Сегодня рано утром они выбили оконную решетку в своей камере в СИЗО и проникли в дежурную часть. Там они взяли заложники сотрудников и дальше появилось вот там первое видео, на котором видно, что действительно это все имело место. На момент, когда вы смотрите эту несводку, возможно, уже ситуация завершилась. Я надеюсь, что завершилась без того, чтобы мирные гражданские какие-то подпали под эту раздачу. Но в любом случае, мне кажется, важно проговорить, что когда вы заняты уничтожением чужой страны, безопасность собственная, является у вас непервостепенным приоритетом. Более того, помните Крокус? Это было не так давно. Я рассказывал, что вот эти попытки переложить ответственность на Украину, вместо того, что сказать, да, это исламское государство, оно на нас напало, мы будем лучше следить за исламским государством, наши спецслужбы значит, наши силовики тоже плохо выступили, значит, мы будем над этим работать. Вместо этого российское государство всеми своими механизмами пыталось переложить это на Киев. Результат? Результат, что у вас смещается фокус. Вместо того, чтобы работать с тем, что действительно, с чем у вас большие проблемы внутри, вы выдумываете себе мир, боретесь с ним, вместо того, чтобы укреплять безопасность в реальной борьбе с тем, кто представляет вам угрозу. Итог? Опять недоработка спецслужбы. Это явно какая-то скоординированная деятельность. У них есть и атрибутика, у них был план, они его реализовали. Это гигантский очередной факап. Я уж не знаю, будут ли в этот раз рассказывать, что это Киев заказал все, да? Но еще раз, вот для людей, которые обычные граждане, знаете, каждый раз, когда вам вместо того, чтобы проводить реальные расследования, вместо того, чтобы вот как с Крокусом значит, исследовать, почему спецслужбы провалились, почему силовики провалились, вам рассказывают, что во всем виноват Киев, и так далее, то буквально вы в следующий раз окажетесь в опасности, потому что государство не сделало ничего для того, чтобы побороться с реальной проблемой, а переложило все на плечи пропаганды в удобную себе сторону. И это прямое следствие. И такого будет больше и хуже, я уже много раз вам говорил, что будет больше убийств вагнеровцами и солдатами, будет больше захват, будет больше хаоса. Владимир Путин не то, что возвращает 90-е, 90-е покажется островком стабильности и безопасности по сравнению с тем, что уже происходит в России и будет происходить дальше. Не только в таком виде, но и в экономическом, но экономически мы сегодня обсудим с Владимиром Миловым чуть попозже, возвращайтесь на канал часам к четырем, к пяти. Ну а в этой несводке мы с вами подошли к концу. Не забывайте поддерживать видео лайком, комментарием, подпиской. Я с вами на этом прощаюсь, всего доброго, пока. Субтитры сделал DimaTorzok